Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем читать соборное послание апостола Иакова для библейского портала экзегет.ру. И сегодня мы читаем вторую главу. Апостол пишет «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете, «Ты стань там или садись здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли вы судьями с худыми мыслями? «Послушайте, братья мои, возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царства, которое Он обещал любящим Его? А вы призрели бедного. Небогатые ли притесняют вас, не они ли влекут вас в суды, не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», «Хорошо делаете, но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками». Ну вот я прочитал такой большой текст сразу, потому что смысл его, в общем-то, несмотря на то, что мы прочитали 10 стихов, смысл его в том, что христиане не должны быть лицеприятными. Они должны видеть, что каждый человек для Бога одинаково дорог, одинаково ценен. Но если с этим еще легко справиться и сказать, понятное дело, что вот здесь сейчас люди разные, но для Бога, ведь все дети Божьи, конечно, люди равны. Но если мы скажем для себя, что здесь и сейчас все-таки люди разные, что дальше? Какой дальше вывод может из этого последовать? Не самый хороший, потому что мы можем сказать, этот человек мне полезнее, а этот бесполезнее. Вот пришел богатый с золотым перстнем, посажу его поближе к себе, может быть, он поможет мне в моих финансовых трудностях, может быть, он поддержит мои начинания. А если я посажу бедного рядом с собой, что он может сделать, что он может мне дать? И вот эта инструментализация человека, попытка использовать его, несмотря на его лицо, вот хотя называется лицеприятие, да, то есть, ну мы смотрим на внешность, когда мы бываем лицеприятны, но мы не смотрим на лицо, как на живого человека, он нам не интересен. В лицеприятии мы оцениваем внешнюю оболочку и перспективы общения. Так, вот этот богатый, и может быть, с ним выгодно общаться. Вот этот бедный, он еще и просить чего-нибудь будет, с ним общаться невыгодно. На самом деле, апостол призывает нас к тому, чтобы мы видели в человеке человека. Тем более, он говорит, что бедных мира избрал Бог. Быть богатыми верою и наследниками царства, которые он обещал любящим его. А почему? Бог так обещал. Что, ну разве хорошо такое предвзятое отношение? Почему Бог не обещал ничего просто всем? Почему он обещал только бедным? Почему он не обещал богатым? Это же несправедливо. Но апостол Иаков и не имеет в виду, что бедные станут богатыми. Он говорит совершенно о другом. Он говорит о том, что бедные станут богатой верою и станут наследниками царствия. Ну, некоторым бедным совсем это не нужно. Некоторые бедные скажут, зачем мне ваша вера, зачем мне ваше царство? Мне нужны деньги здесь и сейчас. Мне нужна еда, мне нужна одежда, мне нужен дом. Я хочу здесь и сейчас хорошо устроиться. И, конечно же, апостол имеет люди совсем не таких бедных. Для него бедные – это люди, которые всю свою надежду полагают в Боге. И вот такие бедные, они станут в итоге причастны царству, потому что станут богатыми верой. А богатые, напротив, привыкают полагаться на свои силы, опираться только на то, что есть у них в руках, то, на что можно положиться. И забывают про Бога, потому что в итоге полагаться надо только на Него одного. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей». «Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона». Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Очень удобно, и мы в жизни постоянно так делаем, соблюдать те заповеди, которые нам хочется. Верный муж может сколько угодно гордиться, что он верный. На самом деле, если он просто верный сам по себе, если у него не было поводов изменить супругу или супруги, если, допустим, он просто в силу своего характера такой или еще каким-то причинам, это часто не его заслуга. Но он может, например, забывать, что надо быть еще и честным, что, например, надо, скажем, не брать или не давать взяток, что нельзя обманывать, и многое-многое другое. И вот каждый под себя собирает некоторый закон, а когда ему указывают на другие заповеди, на другие правила, он говорит, ну, вы же понимаете, это не так важно. Вот это важно, а другое не важно, потому что это у меня получается исполнять, а то не получается. И вот апостол говорит, не забывайте, Бог одинаково сказал обо всех заповедях, обо всех грехах, что они запрещены. Он дал одинаковые заповеди для всех. И нет заповеди какой-то совсем неважной и заповеди очень важной. Ну, понятное дело, конечно, в Евангелии есть вопрос, какая наибольшая заповедь. Но само по себе, если, например, человек, скажем, соблюдает субботу или воскресенье, уже теперь в Новом Завете, если он почитает родителей, например, никого не убивает, ну, например, клеветник, то он все равно грешен перед Богом. И тут еще важно понимать, что это в юридическом контексте, например, нарушение одного закона не делает человека нарушителем всех законов, других законов. Ну, понятное дело, человека можно посадить в тюрьму за то, что он там брал взятки или убил кого-нибудь. Но вопрос-то не в этом, а в том, что все признают, да, в этом ты не прав, а в этом ты прав, все нормально. А что такое заповеди? Заповеди — это как бы условия наших взаимоотношений с Богом. Если я не соблю одну заповедь, это означает, что я не люблю Бога, что я от Него отказываюсь, отрекаюсь, противоречу Ему. Если человек, например, соблюдает заповедь о единобожии, если он, например, верен своей жене, но при этом клеветник, человека будут судить именно за клевету. Но в отношениях с Богом все по-другому. Если человек нарушает одну заповедь, вполне сознательно идет против Бога и против его заповедей, значит, он его не любит. И тогда совсем не важно, что он соблюдает остальные. Нарушение любой заповеди есть проявление одного и того же. Вот человек, который, например, клеветник, можно про него сказать, что он завистник и не умеет держать язык с зубами и не умеет себя контролировать. Но никто не скажет, что он заодно еще и нелюбящий муж, скажем, или язычник какой-нибудь. Нет, он вот только в одном может, например, согрешать, в другом может не согрешать. А когда мы говорим про взаимоотношения с Богом, нарушение любой заповеди это проявление одного и того же. Нелюбви к Богу, неуважение к Нему, противостояние Ему некоторого. Ну, уважение здесь такое слово, его надо правильно понять. Речь идет о некотором признании, что ли, за Богом того, что Он Творец, что Он дает этому миру правила. И эти правила, эти заповеди мы должны исполнять, как существа отварные. Но, кстати, что здесь дальше интересно. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. То есть вы будете судимы не потому, что кто-то вас заставлял, и потом вы что-то нарушили. Вы сами выбрали, и потому, что вы свободно выбирали то или другое, вы будете судимы, как вполне ответственные существа. Но интереснее еще дальше. «Ибо суд без милости не оказавшему милости. Милость же превозносится над судом». В итоге человек, который согрешает против другого, и, кстати, здесь понятно, в каком контексте идет речь, в контексте пренебрежения к ближним. То есть апостол говорит, если вы все остальное соблюдаете, но пренебрегаете бедным, не важно, что вы делаете все остальное. Вы пренебрегаете бедным, вы не любите ближнего. Если вы не любите ближнего, вы не любите Бога. И суд без милости не оказавшему милости. А что такое не любить ближнего, бедного, того, у которого ничего нет, того, у которому надо помочь? Если ты оказался не милостив к нему, твое сердце просто окажется невосприимчиво к милости Божией. Бог не сможет тебя спасти без тебя самого. Что пользы, братья мои? Если кто говорит, что имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Что такое вера? Вера – это признание чего-то за истину. Вот так, с формальной точки зрения, в нашем языке. Вера – это когда я говорю, я верю, что, допустим, завтра пойдет дождь. Я еще не проверял. Или, например, я верю, что существует какая-то книга, я еще ее не видел, но я вполне допускаю. Я верю, принимаю за истину без проверки. Но вера библейская – это вера совсем другая. Вера библейская – это живая связь с Богом. Я верю, и это означает сразу очень много, что Бог и есть, что Он творец, что Он прав, что я должен быть с Ним, что я должен соблюдать Его заповеди. И вот апостол говорит. И в чем тогда смысл, если человек говорит, я верю, но не соблюдает дел, которые заповедовал Бог? «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Мертва в каком смысле? Очень в простом. Она не дает никакой пользы, не приносит плодов. Все, что есть в Священном Писании, все очень живо. Все имеет отношение непосредственное к нашему живому опыту и к нашей жизни духовной и физической. И поэтому, если вера осталась для нас теорией, это как теоретический завтрак или теоретический обед. То есть в теории я могу поесть, я даже могу себе представить, как это произойдет. Но это не значит, что я останусь сыт. Так и здесь. Если я говорю, что верю, но не делаю дел, значит душа моя пуста. Но скажет кто-нибудь, «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Что значит, кто-нибудь скажет, «Ты имеешь веру, а я имею дела?» Действительно. Такому человеку и стоит сказать, «Вот мои дела, а где же твои дела, если у тебя есть вера?» Покажи мне веру без дел твоих. А как мы покажем? Вот как, например, доказать, что я верю, что существует какая-то книга, которая мне нужна? Только одним способом. Я иду в магазин, и, допустим, если она мне нужна, покупаю ее или, по крайней мере, нахожу. Как? Как доказать, что я поверил кому-то, что на улице дождь, я беру с собой зонт? Как доказать, что во мне есть некоторая убежденность только через действие? И поэтому он продолжает, «А я покажу тебе веру и из дел моих». Действительно, покажи мне веру без дел. Невозможно. А я покажу тебе веру и из дел моих. Ты веруешь, что Бог один, что Бог един. Хорошо делаешь? Правильно. И бесы веруют, и трепещут. Очень известная фраза. О чем идет речь? Конечно, бесы знают прекрасно, что Бог один. В этом нет никакого сомнения для них. Но это им никак не помогает и никак не меняет их. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, Отец наш, возложив на жертвенника Исаака сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его? И делами вера достигла совершенства. Что значит, вера достигла совершенства? Авраам доказал свою веру тем, что он сделал дело. Если ты верующий, почему ты живешь по-другому, не так, как предполагает твоя вера? Это, кстати, очень близко вот этот вопрос к тем, кто сегодня называет себя верующими в душе. Человек, верующий в душе, может нарушать любые заповеди, то есть может показывать, что никакой веры в его душе на самом деле нет. Видишь ли, что вера содействовала делам, и делами вера достигла совершенства. То есть вера проявилась как настоящая, полноценная именно тогда, когда были совершены дела. И исполнилось слово Писания, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен был другом Божиим. Надо вспомнить, как это произошло. Авраам в отчаянии говорит Богу, Господи, ты обещаешь мне многое, но мой наследник – это чужеземец, у меня нет собственного ребенка, мне некому оставить свое добро, все то, что у меня есть. И Бог выводит его из палатки, из шатра, и он смотрит на ночное небо, видит звезды, и Бог говорит ему, вот столько будет у тебя детей, если ты умеешь сосчитать, вот столько будет твоего потомства. И дальше Писание говорит, и Авраам поверил Богу, и Бог именил это ему в праведность. То есть Авраам внутренне настолько настроился на то, что это будет так, что все его действия дальше были связаны именно с этой верой. Он действовал, будучи уверенным, что у него будет потомство. Поразительно потом в другом месте в Писании мы находим, например, слова про то, как он приносил жертвы. Нам кажется, что Авраам верил, что Бог его как-то остановит, и он не принесет в жертву сына своего Исаака. Не так на самом деле. Апостол говорит по-другому. Авраам принес в жертву сына своего Исаака с уверенностью, что Бог его воскресит, что Бог вернет ему его сына. И дальше Писание говорит, и он был наречен другом Божиим. Авраам наречен другом Божиим не потому, что поверил, а потому, что подтвердил веру делами. И далее. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не веруя только. Интересно. Только. Апостол не отрицает верой. Как ее можно отрицать? Он отрицает спасение верой только. Подобно и Рааф блудница, не делами ли оправдалась, приняв саглядатаев, и отпустив их другим путем. Ну, известная история. При взятии Иерихона были саглядаты из Иудеев, и Иерихоне они пытались осмотреть город. И спасла их, спрятала у себя блудница Рааф, которая поверила, что правда на стороне Бога Израильского и заранее как бы стала внутренне на сторону израильтян. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Что такое тело без духа? Тело без духа – это просто труп, это материя, клетки, которые когда-то были живыми, а теперь мертвы. Но когда мы понимаем, как мы можем понять, что тело живо, только если в нем есть жизнь, значит, в нем есть дух. Вот так же, если в вере есть дела, если она проявляется через дела, тогда она жива. Если же нет, тогда о христианской вере говорить нельзя. Это какая угодно вера, но только не вера христианская. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok